Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет, так что подпишитесь, колокольчик поставьте, если вы ещё нет. И пришло время поговорить о том, что разработчики Humankind нам уже успели за эти месяцы показать. Напомню, Humankind это глобальная пошаговая 4x стратегия от создателей игр в мире Endless. На этот раз про реальные цивилизации, про реальную землю, я считаю, что эта игра может стать не просто конкурентом серии Сидмерс Цивилизейшн, но и превзойти даже её. Так вот, разработчики уже выпустили 4 видеодневника. Ну, первый не особо нам интересен, просто потому что там никаких рассказов о механиках нету, там говорится про корни серии. А вот дальше обсуждение фишек кое-каких, и я вот это решил для вас перевести и, немножко разобравшись, почитая сопутствующие материалы, слепить вот такое видео. Напоминаю, пока дата выхода Humankind неизвестна, говорится только об этом году, об этом коде, 2020-м. Когда именно игра выйдет, непонятно. Итак, в первом видео разработчики рассказывали о том, как у них будет генерироваться ландшафт. Как они утверждают, они хотят создать правдоподобный мир, чтобы в нём была растительность, различные виды ландшафта и горы, но самое главное, чтобы это всё имело смысл. То есть, грубо говоря, чтобы вот эта сгенерированная карта нам казалась не искусственно созданной компьютером, а что вот такая территория действительно может быть. При этом ландшафт должен быть понятен визуально, с чем, кстати, у Amplitude Studios, у создателей Humankind, были проблемы в предыдущих играх в Endless Legend. Там ландшафт визуально очень непонятен. Но то, что мы видим сейчас, вот то, что они делают для Humankind, по-моему, выглядит замечательно. И самое главное, в ландшафтах Humankind будет уровень. То есть, здесь есть и небольшой склон, по которому вы можете легко подняться, и ответственная скала, на которую ни за что не забраться. К примеру, когда вы следуете местность и идёте через долину, ваш обзор будет блокироваться. Так что в такой ситуации разумно будет подняться на возвышение и осмотреться. Те, кто играл в Endless Legend, ещё и знают, что в бою возвышенность будет важна. То есть, здесь горы, холмы не просто какой-то дополнительный там бонус к защите, но и реальный ландшафт. И вы не сможете с возвышенности прямо пойти к какому-нибудь месту, вам надо будет найти спуск. Ну, в общем-то, вы всё видите на своём экране. Также разработчики говорят, что они серьёзно работали над климатическими условиями. Если в северных широтах растут ели, то ближе к югу растут кактусы. Всё в соответствии с положением того или иного района по отношению к полюсам и экватору. В каждой игровой территории будет представлен собственный биом. Но, опять же, повторюсь, те, кто играли или видели Endless Legend, примерно себе представляют, как это будет выглядеть. Потому что там действительно районы со своими биомами были, хотя это и не совсем реальная планета. Это такой фэнтези-мир Ауриги полуфэнтезийный, полуфантастический. Интересно, что вот об этом они в видео не говорят, но если вы посмотрите внимательно, что меня вообще привлекло, что ландшафт, который находится в границах вашего города, облагораживается и видоизменяется. Особенно это хорошо видно на примере рек. Так они так вот текут, разливаясь, а внутри города они обретают искусственные берега и выглядят более облагороженными. Также в Humankind обещают нам и природные чудеса. Ну, еще они говорили, что каждая клетка будет давать какой-то определенный ресурс, но это и так понятно, в каждой пошаговой стратегии такое происходит. Луга, два еды, там, знаете, холмы какие-нибудь, два производства. Но тут мне понравилось, что иконки, обратите внимание, иконки ресурсов на тайлах такие же, как в Endless Legend. Приятно такое. Не знаю, может они поменяют, конечно, к релизу, но такая вот преемственность. Приятно любителю игр от Amplitude Studios. В общем-то, для тех, кто играл в Endless Legend, ничего сверхоригинального в этом видео нету, но для тех, кто только знакомится с Humankind, конечно, это должно выглядеть и звучать классно. Особенно вот эти разные уровни, это дополнительный слой тактики в игре, где вы будете свои армии размещать, как вы будете идти к сопернику. Ну и выглядит, конечно, это офигительно. Офигительно. По-моему, Amplitude'ы наконец-то смогли сделать понятную карту. Потому что, повторюсь еще раз, что в Endless Legend она была слабочитаема. То есть, только когда вы там проведете очень-очень много времени, вы начинали понимать, что там происходит. В следующем видео разработчики рассказывают, как ваш город будет разрастаться, какие территории вы можете использовать. И здесь опять механика из Endless Legend. То есть, мир изначально будет разбит на области. В каждой области вы сможете поставить только один город. Таким образом, эта область будет переходить под ваш контроль. Но вот дальше есть интересные изменения. Как говорят разработчики, они хотели сделать территории динамическими. Но мы сможем накапливать и объединять вот эти самые области. Создавать растущие города, которые будут занимать все больше и больше места. И тут будет механика из третьей Цивы, которую я давно ждал в подобных играх, которая действительно должна быть. Это аванпосты. Там, правда, было колонии, и они ставились ради ресурсов, но идея примерно такая же. Хотя можно это еще сказать, что это и из Beyond Earth тоже пришло. В общем, смысл в том, что разработчики хотят, чтобы мы охраняли свои аванпосты. Они должны быть слабыми и уязвимыми. Позже можно аванпост превратить в город, а можно его присоединить к одному из уже существующих городов. Но изначально это именно аванпост слабый. Вы должны держать там армию, оставить его явно для чего-то. Скорее всего, опять же, для ресурсов. Ну и вообще, Amplitude Studios говорят, что они хотят, чтобы города простирались на всю карту с учетом всех особенностей ландшафта. То есть, скорее всего, мы будем играть через малое количество городов, но они будут огромными к концу игры. По мне, так это прикольно. Ну, во всяком случае, мне это больше нравится, чем спам городов по всей карте, а потом вам надоедает ими управлять. Развитие города, опять же, будет по привычной схеме игр от Endless. Вы будете ставить районы. Это не совсем те же районы, что и в 6-й циве. Тут, скорее всего, будут некоторые специализированы, но обычно это просто район, который увеличивает город. Не хочу вдаваться в подробности. Лучше посмотреть любую мою запись Endless Legend. У меня даже есть гайд по районам, по-моему, в Endless Legend. Вы примерно поймете, как оно будет работать. Скорее всего, точно так же и в Humankind будет. В общем, разработчики говорят, что суть всей их концепции динамических территорий в том, чтобы побудить игрока сосредоточиться не на количестве городов, а на их росте, чтобы в конечном итоге у нас получались подобия современных мегаполисов. Кроме того, амплитюды хотят, чтобы на внешнем облике города отражались следы его истории, следы путешествия, которые совершил игрок, чтобы в нем виделись отголоски разных культур. Поэтому некоторые кварталы будут вот сохранять свой начальный вид прямо из древних веков. Интересно, ну какие именно? Наверное, какой-нибудь центр города там будет сохранено. В общем, это будут называться символические кварталы. Их вид не будет меняться на протяжении всей игры. Ну, мне кажется, скорее всего, это уникальные кварталы для каждой цивилизации. Но это мое пока предположение. Ну и, естественно, мы сможем строить чудеса света. Они будут занимать клетку одну. Опять же, кто-то может сказать, что это как в 6-й циве, но на самом деле это опять же как в Endless Legend, потому что это все оттуда. Endless Legend вышла намного раньше 6-й цивы. И я уверен, что разработчики 6-й цивы именно из Endless Legend почерпнули свои механики с районами и с чудесами на целую клетку. Так что это уникальная механика именно от Amplitude Studios. Вот в этом видео нам показывают пирамиды и висячие сады. Причем разработчики обмолвились, что для возведения таких колоссальных сооружений могут потребоваться силы сразу нескольких городов. Не знаю, как это будет работать. То есть прикольно, что чудо мы теперь не одним городом строим, а нескольким. Ну и наконец в третьем видео представлена действительно какая-то новая механика под названием «Слава». Ну, они по-английски ее представляли. Fame называли, дословно, конечно, можно перевести как «Слава». И это вроде как вознаграждение за все наши деяния в процессе управления цивилизацией. За каждое совершенное открытие, за каждое созданное чудо, за захваты городов, за битвы. Вот это вот все будет начисляться какие-то очки «Славы». Разработчики причем сказали, если я правильно их понял, что это будет вообще единственное унифицированное условие победы. Вот эти очки «Славы». Я не берусь утверждать, потому что они вот это никак не объяснили. То есть не берусь разворачивать вот эту тему «Славы». Но, видимо, скорее всего, после какого-то определенного хода будет высчитываться, у кого больше очков «Славы», тот и победил. Наверное. Хотя звучит немножко странно. Но, с другой стороны, в этом есть определенная логика. Вот знаете, как мы в циви играем. Ага, этот чувак нас уже опережает по науке. Значит, он, скорее всего, улетит в космос. Здесь же вы сможете набирать очки «Славы» совершенно разными путями. И, видимо, эта механика будет позволять победить и научным цивилизациям, и военным цивилизациям, и, например, производственным цивилизациям. В общем, к сожалению, в видео этот момент не раскрыт дальше. Но на что еще влияет «Слава» показано. Например, в каждой эпохе будут определенные звезды. Да, разработчики сказали, что эпох будет восемь. И это чем-то похоже, кстати, на эпохи в «Endless Legend». Там были определенные квесты в каждой эпохе. Если их выполняли, вы получали что-то. Там это могло быть и ресурсы, и бонусы к цивилизации. Видимо, и здесь будет что-то подобное, но для каждого типа развития. Вот они сказали, например, что есть звезда эпохи, которая связана с ростом населения. Или есть звезда, которая связана с войной и количеством убитых войск противника. Или которая относится ко всему, что связано с деньгами и богатством, и так далее. И вот эти звезды эпохи позволят переходить из одной эпохи в другую. Что, кстати, логично. Не как в циве вы должны были технологии открывать обязательно, и тогда вы переходили в другую эпоху. Ну, или цивики. А выполняя некоторые, что ли, квесты. То есть, опять же, нам не обязательно быть супернаучной цивилизацией, чтобы в другую эпоху перейти. Ну и еще одна фишка Humankind, о которой уже рассказывали. Что в каждой эпохе вы будете выбирать новую культуру. Разработчики говорят, что в каждой эпохе их будет 10 культур. То есть, например, начинаете игру вы вавилонянами, а в следующей эпохе вы берете римскую культуру. И так далее. Кроме того, в этом видео они обмолвились, что вы как бы не отказываетесь от предыдущей культуры. Вы продолжаете ее тоже развивать. Она как бы остается внутри вашей цивилизации. С другой стороны, я лучше процитирую. Мы не хотим вынуждать игрока отказываться от культуры, которая ему нравится. Так что, если он хочет, вместо того, чтобы постоянно менять культуры, он может развивать какую-то одну из них. Конечно, в таком случае вы лишаете себя преимущества, которым может обладать новая культура. Но при этом зарабатываете дополнительную славу за то, что поддерживаете свою исходную культуру. То есть, нас не будут заставлять в каждой эпохе обязательно брать новую культуру. Вы можете вообще всю игру пройти чисто вавилоном. Видимо, вы не будете получать дополнительных бонусов, но это тоже как-то будет компенсироваться вот этим механикой славы. У каждой культуры есть свой уникальный военный отряд и свой уникальный район или свой уникальный квартал. Вот тот самый символический, о котором я чуть раньше рассказывал. Эти районы могут построить только вот цивилизации этой культуры. Кроме того, каждая новая культура имеет свою наследственную черту. Особый игровой бонус, который обладает только эта культура. И этот бонус навсегда остается при вас, какие бы вы в дальнейшем культуры не выбирали. Меня больше всего интересует в этом вопросе, могут ли игроки брать одинаковые культуры во время партии. Потому что это было бы на самом деле логично. Ведь в некотором смысле тот же Древний Рим очень много взял от культуры Греции. Играть в такой цивилизации, где вы начинаете греками, а потом становитесь Римом, очень даже логично. Ну а в сетевой игре это просто означает, что вы не лишаете других игроков каких-то бонусов. Неважно, кто там первый взял Вавилон или Египет. Вы всегда сможете выбрать то, что вам по нраву в игре. Хотя, опять же, это все еще мои домыслы. Это неизвестно, как будет на самом деле. Ну, на этом вот это обзорное видео по дневникам разработчиков Humankind я считаю завершенным. Я еще хочу сделать видео по тем культурам, то есть нациям или цивилизациям, которые уже анонсированы будут в игре. Ну а ваши правки, дополнения впечатлений, как всегда, очень приветствуются в комментариях. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok